У нас, говорит, немного, но можем что-то сделать. Вопрос один. У нас с Черепановым Василием Николаевичем домой едут, и он не звонит. У него там электричества нет, не заряжено. Сегодня мне предложили поехать, но ни машины еще нету. Зная, как у нас в воскресенье распорядок, вот хорошо бы, если кто-то сегодня согласился съездить туда, узнать, что, как у него, если уже не как. Сергей Павлович, ты мог бы принять его хотя бы на ночь? Ну, если совсем у него никак, и люди приехали, тут забрать нам еще не стоит, ни нам, но я-то и какое отношение имею? Возьмешь, если привезут? Ну, всегда привезут. Значит, вот такой вопрос. А остальные, помолитесь об этом. Нету его уже сколько? Две недели нету, и мы их запиши не знаем. Три уже, или четыре? Да, больше даже трех. Он в прошлом году только был, но ничего не было. Какие предложения другие есть? Телефон нету, ну что, никак? Вопрос, где он? А? Вопрос, где он? В каком месте? Кто знает, где он летает? Так, покажу, насчет тебя касается. Там на моей... Благодарна, что ты мне помог составить. Я письма отправил Путину, в Государственную Думу, генеральному прокурору и в Министерство юстиции. Три уже пришел ответ. Приняли все к сменению, там отдали на разработку, видишь как. Но они видели, как-то априори, преждевременно, недоказуемо, как раньше было. Браг народа. А дальше разговаривать еще, браг народа, значит, и жену, и детей, и все истребляют. Так и здесь. Они экстремисты. Экстремисты, я открою Викибедию, и посмотри, кто такие экстремисты. Экстремисты, самые мирные люди. Я говорю о свидетелях Югова. Я впереди рассказал, кто я, чтобы видов было, но что я не их круга, еще раз заступать. Ни один православный не будет. Сейчас спросили, что-то по... Ну, сегодня уже выставили ролик. Дмитрий Смирнов, он по селу структурам, от патриархии. Он отвечает, женщины. Нам нужно повесить, говорит. Я не слышал сам, но везде пишут. 98% жителей России, а 2% попробовать воцерковить. И все равно между собой перегрызутся. Конечно, вопросы задавали, он отвечает так. Ну, даже на ЭПР идет. Рядом с патриархом Бытией сколько раз было. Сказали, у нас тут баптисты. Ну, что можно ответить? Он отвечает, идете, значит, молиться, берите кирпичи и бейте им окна. Его не забираете еще. Это экстремистские слова. Но ты человек с властью, и как говорит, и проще. Никак не годится. Ты меня составил хорошо. И от меня бы, конечно, этого не было. Ты мне все законы, все указал. Я не проверяю ничего, я это сто процентов объявляю. Поэтому, низкий покой, а может, где-то что-то тронется. Я слышал такое, будто бы сумели пробиться из них кто-то к Путину. И он сказал, это дело можем рассмотреть. А он может рассмотреть. Вот это из Сахар, как-то ее фамилия такая, на Аме, или кто на Оме, женщина, говорят, девушка она, израильтянка. В Шереметьевле, где ее обыскали, а чемодан, это отдельно от нее. Девять с половиной грамм гашиша. Да девять с половиной грамм-то это... На язык, где грамм, в одной ложке, это сколько грамм? Ее осудили и семь с половиной лет дали. Семь с половиной лет. Почти за каждый грамм год. А то это что, за убийство больше пяти лет-то фактически не дают. Ну и что, Путин поехал, Владимир Владимирович в Израиль. Там к нему ее мама подошла, премьер-министр и президент. Это уже уровень. И они хотели обменять на какого-то хакера здесь, которого там судят. Но те успели его отправить в Америку. Ну, что-то там такое неладное. И какой-то там монастырь, какое-то имя, я даже не смотрю, решили тогда на обмен. Он приехал, он ничего не обещал. И сказал, мы это дело рассмотрим. Приехал, а от нее законы надо все, чтобы было. А по закону как? А от нее просьба была или нет? Не было, конечно, мы пускаем ее. У нас уже определенные условия, что больше этого не будет. Или ей запретят приезжать сюда. Она нарушила то, что здесь нельзя делать. Так? А от нее ничего этого не было. Но не было, когда говорили. А, видимо, тут-то было. На охоту же на свободу. Что там написало? Я в первый раз вижу 10,5 грамм и 7,5 лет. Это еще с ума посходили или что? В чемодане она везла. Ну, 10,5 грамм, да что она, знаете, миллион заработает или что? За наркотики очень строго. А? Сейчас за наркотики наказывают очень строго. Ну, в общем, не в граммах дело. Дело в том, что он что-то может. От него ответа никакого нет. А думать пришло, что они какое-то другое там отдел отдали по рассмотрению по религиозным делам и прочее. Если будете молиться, на память придет, помолитесь. Потому что несправедливость, она падает на нас, на всех. Свидетели Иеговы. У немцев называли их бибельфоршеры. Исследователи Библии. Вот название. К нам эти мусульмане прилепили. Какое слово? Люди Писания. Это вообще. Мы люди Писания. Когда они говорили в 7 веке. Православные люди Писания. Греки долго не имели. В начале 20 века только получили на греческом языке. А до этого они там тоже пытались делать. И на их сторону стал патриарх. И что сделали? Убыли патриарха, убили. Чтобы не переводили на греческий язык. Мы живем в каком-то зазеркалье. И знают люди, не знают. Молятся об этом, нет. Нам не надо врагов. Это православие, грецы это. Считаешь, когда ума не постижим. Вот это вот дебуном дали, что там в каком году, когда, в каком государстве переводили, переводили. И мы в 1876 году получили библию такую. И об этом тоже надо молиться. Потому что столько людей, которые о Боге не знают, и ни разу нигде батюшка не спросит на исповеди. А ты благовествовал? А ты ходил? Главный вопрос. Про шляпили 2 миллиарда мусульман. Ни одного человека не послали. Как об этом писал Андрей Кураев. Что интересно, умер внезапно Щаплин. Просто вышел. После службы сел на скамеечку. Повалился и умер. Патриарх сказал слово. И сразу везде зашушукались. Он не осудил ничего. Говорит, это один из нас. Вот понимай как. Один из нас. А про него сейчас там выступил Невзороп, это другое. Какой-то самый сексуапильный такой писатель выступал. Всякие разные извращения. Это, говорит, он как раз делал по чужой помиле. Даже невероятно. Но я уже ролик составил и сказал. А почему этот Невзороп не сказал за день раньше, когда он живой был? А когда умер, он не может еще ответить. Можно хоть еще валить теперь на него. А вы что сделали? Встал и помолился. И мы каждый день молимся о нем. Потому что это путь всей людей, всей земли. Итак, кто может поехать на своей машине сейчас? Это не правительство. Ну, вот смотри. Я могу. Так, ты сейчас призойди ко мне. Своей рукой подашь и научишь. Расскажи ей что-то. Я там прочитал 8 дней вымораживать надо в холодильнике. Правда или неправда? Надя, слушай, записывай. Дмит, догладу сметан. Так, Андрюша, договорились. Бери с тобой кого хочешь, а я тебе отдам Володю. Кто дорогу знает. Так, смотри только одну. Там прочистка нет дороги. Можно крышком пройти. Смотри, чтобы не застрял. Да, Сережа знает. Ты меня, Андрюша, слышишь? Нет? Да, да, да. Смотри. Я понял, знаю. Так, с Андрюшей кто поедет? Володя. Да, Сережа. Да, Володя поедет. Володя, достаточно этого? Да. Все на этом. Спасибо. Благодарю и внимательно. Молите. Мата возьмите на всякий случай. Это большая помощь. Не просто там я больна или какая. Вот так. Поговори сама о том, говорите. Я разговаривала. Я еще 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 разговаривала. У меня в Волге может оказаться 1200 рублей. Ну, переехать просто завтра. У вас глаз просто ко врачу. Здравствуйте. Ну, что снегом завалило? Спит, да? Спит и средний там. Да, спит. Даже думать нельзя. Вот сейчас лекарство. Мед на каждой салфетке. У меня уже надо. Запустите. Заговорясь-то, зажайте. Так, пошли. Так, войдите. Завалено в окно-то, вытащите.